здравствуйте привет у вас на своем канале идея Татьяны решила на своем участке выращивать экзотические растения сегодня расскажу вам про инжир у нас сегодня 4 ноября мы живем в Одессе у нас еще все зеленое но уже был небольшой мороз вот помидоры почернели уже синие скрутили листочки до этого все было нормально пора убирать огород у меня проложено капельное орошение и где мой инжир тоже проложено капельное орошение вот этот самый знаменитый инжир который я начала выращивать это ему уже третий год и есть уже результаты сейчас покажу в этом году он дал первые плоды видите какие инжиринки красивые они в пазухах листочков они появились где-то в середине августа и вот сейчас уже доспели вот они я их когда обрываю немножко некрасивые наверное морозом ударились но это не первый раз у меня еще не знаю какие они должны быть вот посмотрите какой инжир внутри сладкий вкусный ароматный я ем его с удовольствием немножко ведь не кондиция может быть ему солнца не хватает но инжир есть смотрите это еще зеленый это у меня по-видимому белый сорт инжира у меня этот куст перезимовал у меня земле я вам расскажу как я его выдерживал конечно если оставить просто его вот так вот как он растет он за зиму пропадает зам обмерзают ветки не знаю может быть того что он у меня молодой был но ветки от отмирали полностью и он выстреливал новые так что я придумала вокруг ствола нужно обсыпать опилками либо листьями чем-то утепленным и беру эти ветки вот так связываю беру белое агроволокно но обматываю полностью и он у меня так стоит до весны как только наступают теплые дни ночью уже чтобы не было перепада плюс десять я тогда спокойно открываем и все с ним хорошо но у меня три куста я решила экспериментировать один куст вот этот я оставляла закутанным с агроволокном они все одного у меня возраста я покажу следующие кусты видите какой куст хороший вот эта ветка что я говорила она она обморозилась и засохла но она снизу пустила молодой поросль листики начали на инжире уже желтеть вот верхние скручивается но когда они падут полностью я начну укутывать его на зиму это вам все сниму покажу но я очень рада тому что у меня наконец-то появились плоды я думала что я не дождусь этого чуда но плоды все-таки есть ура 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 и очень вкусный вот второй куст с этим кустом я играл из пустынского кукол меньше все это сдалека с фотографировал видите этот какой большой куст а это какой маленький на нем плодов нет возраст одинаковый ветки тоже пошли мощные это я весной его высадила в грудь а до этого я его посадила в цветочный горшок на осень выкопала посадила в цветочный большой горшок занесла в гараж потепление вынесла на улице в гараже было холодно занесла в дом в доме жарко он начинает распускать веточки вынесла опять на улицу чуть-чуть остыл но не на морозные смотрела как там температура у нас в одессе вообще морозы редко бывают смотрела по температурному режим и посмотрите как он отстает в росте ягод плодов конечно никаких не дал но в этом году я его уже не буду носить туда-сюда играться с ним потому что я уже увидела результат такое большое у меня чудо и даже с плодами зачем мне мучиться переносить зад вперед не буду у меня есть агроволокно но еще рано укрывать и третий куст у меня три вида инжира белый черный красный название забыла далматинский еще какой-то так вот этот куст он уже сбросил веточки с этим кустом я тоже игралась носила взад вперед в гараж не в гараж два куста я мучила один оставила просто так и тот который остался расти на улице конечно укутанный утепленный тот намного лучше показал результат и он даже дал урожай этот куст сбросил уже веточки я обсыпала вокруг ствола опилками такими крупными пилили дрова и вот такие опилочки свежие но это для того чтобы корневая система не так вымерзала теперь эти ветки вот так свежу и обмотаю агроволокно все это я хотела вам сегодня такие новости рассказать про свой инжир растения выживают в таких условиях как уличные но нам нужно немножко укутать агроволокно где-то 5 градусов температуре добавляет и не так вымерзает все растения дальше я проложила летом капельный полив у нас был шланг я проложила инжир поливался вместе с перцами с помидорами вот перец у меня рядом растет синяя еще не убран огород если кто хочет попробовать это экзотическое растение посмотрите очень хорошо выживает на улицах я думаю даже она когда окрепнет это растение не нужно будет укрывать так как сейчас слабые веточки еще молодые вот они тонкие я еще буду укутывать но нужно дождаться пока лист полностью упадет потому что если укутаю и снег дождь и листья будут под агроволокном подгнивать этого мне не нужно смотрите какой резной красивый лист у инжира и полосочки выделяются замечательно ну ягоды сами это вообще что-то и не могу нарадоваться первый год у меня когда у людей уже много раз давал урожай уже такого восторга конечно нет а у меня я прям вообще рада рада разламываешь а внутри такая красота это белый инжир я купила три вида какой из них где понятия не имела теперь знаю этот крайний инжир у меня белый теперь надо будет знать какие те два я их посадила вот стеночка возле стенки а с этой стороны открытая солнце все время на них попадать то есть с утра начинает солнце и после обеда немножко тенек все время мой инжир на солнце он очень сладкий вот я ем хрустящий как на базаре продают замечательное растение еще выращенное у вас в огороде продолжают вести хризантемы у нас разных сортов и цветов и такая желтенькая красивая хризантема красная в виде ромашки вот даже пчела сидит улетела и также продолжать вести клубника покажу вам сорт клубники у меня хороший если занести этот кустик в дом он будет продолжать давать урожай вот видишь клубнички есть но у нас еще не было морозов я вот поставила дуги и тоже зимой сверху на эти дуги агро волокном укутываю и тогда она дает ну к весне быстрее опускается в рост и дает больше ранних ягод раньше начинает плодоносить малина вот еще у меня вашу урожай дает конечно уже перестает обильно плодоносить но продолжает цвести и давать урожай эти которые засохли такие висят а другие ягодки продолжают давать урожай это у меня другой сорт клубники это крупные клубника это безусая и тоже она дает урожай эти цветочек еще не распустил здесь много она дает ее размножать нужно делением кустам так как усов она вообще не пускает хороший сорт клубники кому надо обращать делюсь своими любимыми сортами это не знаю как называется растения ну тоже изящно смотрится веточки такого цвета малиновые 50 здесь у забора я посадила ежевику посмотрите какой урожай 4 ноября повторяю а урожай она продолжает давать смотрите какие крупные замечательные ягодки как ухаживают за ежевикой я расскажу вам в следующий раз это я не успела собрать и они уже начали портиться и так и не очень хорошая она растет в разных частях огорода поэтому вот так получается видите какой красивый хороший урожай очень много урожай от того что меньше ее не вовремя поливаешь она засушивает свои ягодки как ухаживать за ежевикой я вам расскажу в отдельном видео как я за ней ухаживаю смотрите прикорневой прикорневой ствол я ей устелила мхом мы были в лесу набрала очень много мха и видите прикорневой ствол стелила мхом юку я обрезала сделала с нее как пальмочку нижние веточки которые были в земле их срезала и устелила вокруг нее мух посмотрите как красиво получилось клематис тоже вот мох вообще мох это замечательная штука я стараюсь его применять везде и красиво и растением хорошо с ней и влажность почве держит и на зиму утепляет прикорневую систему спасибо всем за внимание подписывайтесь на мой канал будет много очень интересного до свидания удачи а у Продолжение следует... Продолжение следует...